Здравствуйте! Мы в эфире программы «Сила одного» и я рада приветствовать всех наших гостей. А в студии вместе со мной сегодня Дарбинян Аветик. Аветик, здравствуй! Здравствуй! Ты знаешь, начиная программу, не могу спросить тебя по поводу твоего имени. Очень оригинальное имя, да. Имя, которое я слышу впервые в жизни. Знаешь, что оно означает? Это имя армянское. И оно обозначает благовест. Вот это да! Да. А мама знала, когда называла тебя таким именем? Нет. Что такое значение оно имеет? Это такой парадокс. Мама называла меня в честь дедушки. Дедушку звали Аветик, и она меня назвала Аветик. И моего двоюродного брата тоже назвали Аветик. У нас разница с ним 14 дней, и нас двоих назвали в честь дедушки. Такое редкое имя в вашей семье так часто встречается. Да, очень часто. А ты веришь в значение имени, что оно влияет на судьбу человека? Скорее, в предназначение, да. Потому что раньше людей называли, и как-то оно сбывалось. Вот даже если говорить по Библии, да, детей называли при рождении, и это имело определённое значение в их жизни. Ну, в моей жизни, я хочу сказать, тоже это имеет большое значение, да. Потому что, ну, так как Бог сейчас повернул мою жизнь, как Он ведёт, оно играет очень большую роль в моей жизни. Но если ты говоришь о том, что жизнь поменялась, тогда давай немножко познакомим наших зрителей с тем, а что же было и что стало. Расскажи о своей семье, о семье, в которой ты родился. Ну, если говорить о семье, то это целый бразильский сериал. Я рос в семье, где мама у меня была и сестра старшая. То есть я никогда не знал, что мы с сестрой не от одного отца. И вот недавно буквально я узнал, что у меня есть ещё одна сестра старшая и ещё один брат старший. Тебя это обрадовало? Ну, да, в какой-то степени это обрадовало, но я не знал, как мне с ними начать диалог, можно сказать, даже познакомиться. Да, начинать общение какое-то. Начинать общение какое-то. Два года назад мы с ними начали общаться. Сестра приезжала сюда в гости, она живёт в России, в Тюмени, где-то в Тюменской области. Приезжала в гости, и так как-то очень интересно, так много общего, так много какого-то сходства. Но с самого детства мне приходилось уже, уже с самого детства мне приходилось самому где-то идти зарабатывать, потому что маме тяжело было нас воспитывать. Отец не жил с вами? Отец нет, отец не жил с нами, мы жили втроём, но... Мужчина в семье был ты? Да, да, мужчина в семье был я. И все обязанности были на тебе? Да, было очень много на мне обязанностей, но я как маленький мужчина, молодой мужчина, я не со всеми справлялся. Мне хотелось, конечно, где-то погулять, побегать, попрыгать, но в то же время я чувствовал эту ответственность, которая была на мне. Я понимал, что вот эту задачу или вот эту я должен сделать в этот момент. Наверное, человек, который с детства понимает, что на нём есть какая-то ответственность, он всю жизнь живёт с вот этим осознанием, что я должен сделать то и другое, третий, я должен решить тот вопрос и тот вопрос. Но есть ли в твоей жизни те, которые тебе помогают и на которых ты тоже можешь переложить часть ответственности и, может быть, разделить свои какие-то обязанности? В моей жизни есть тот, кто мне помогает больше всего. До недавнего времени я, в принципе, не знал о нём, что он всю жизнь мне помогает. А вот буквально несколько лет назад я узнал, что он таким интересным путём меня вёл всю мою жизнь. Это Господь. Я думала, ты говоришь о своём отце. Нет, это мой небесный отец, который вёл меня. Он очень интересный. Много таких разных ситуаций, с которых он меня, знаете, как в Библии написано, как головня из огня выдёргивал. Много попадал в разные, в различные ситуации, в которых я уже не знал, как будто двери закрылись, как будто всё, вот дальше пути нет. Но Бог меня так оттуда аккуратненько уводил. А вообще есть в жизни проблемы, которые невозможно решить, тупики, из которых невозможно выйти? Смотря для кого? Давайте так. Смотря для кого? Если для человека, который не знает Бога, то ему очень тяжело, ему кажется, что всё, уже все двери закрылись. Но когда человек с Богом, то мне кажется, он знает и видит выходы в каждой ситуации. Ты всю свою жизнь сейчас описываешь в рамках знакомства и общения с Богом. Ты родился в христианской семье? Можно сказать, да, родился в христианской семье, но сам Бога принял я недавно, буквально три года назад. Ходил в церковь с детства или нет? В детстве ходил в церковь. Мама, наверное, приобщала к этому? Да, мама просто не то, что приобщала, она говорила, требовательно просила, чтобы я посещал собрание. Но мне потом, когда я чуть подрос, и вот этот мой маленький мирок, мне казалось, что я не такой, что я буду выделяться. И мне как-то было не по себе. И я как-то отстранялся от церкви. Чем ты мог выделяться, например, лет в 10? Что было для тебя некомфортно? Во-первых, все мои сверстники, они уже в это время курили все. В 10 лет? В 10 лет, да. Ну, некоторые в 6 даже там были. Да ты что? Да, было такое детство интересное. Ну, просто в селе мы росли, то есть я рос в селе, но с сестрой. И там, ну, как бы такой образ жизни, там где-то у отца украсть сигарету, покурить все вместе. Но это было такое, как нормально. Почему это было нормально? Потому что свои родители рассказывали свои опыты. То есть, ну, родители, свои опыты, как они у своих родителей воровали. То есть это было как бы в первых вещах. Это как позитивная такая история воспринималась, да? Значит, и нам надо попробовать. Да, ну, и на тот момент это было для меня как бы, ну, я был тогда среди них как белая ворона. То есть даже в тот момент, отказавшись, ты чувствовал, что… Ну, да, что я не такой, как все. Не похож на все. Какая-то, да, какая-то неполноценность была. И я как бы немножко так начал к ними приобщаться и становиться, так сказать, как они. Ну, когда я становился как они, понятно, что я где-то уходил в сторону. Мама, конечно, очень об этом переживала. Мама знала, да? Да, ну, мама видела. Она видела, что я меняюсь. Она, может быть, не знала, что я там что-то курю или еще что-то. Но она видела, как я меняюсь, какой я становлюсь, общаясь с теми или с другими ребятами. А что происходило? Ты грубил маме, ты воровал. Что было такое, что вот она говорила, ну, с ребенком что-то не так. Да, на самом деле я очень… У меня было очень такое дерзкое отношение к маме. Где-то лет в 14 я уже вообще, можно сказать, ну, ее вообще ни в что не ставил, ни во что. Лет в 15-16 мы уже там делали такой, можно сказать, беспредел. Это первый привод, в который я попал в милицию, когда мама меня уже забирала оттуда. То есть тоже как-то так интересно было. Но тоже Господня рука. Когда нас с моим соседом, мы с ним одногодки, ну, он на год младше меня, и мы с ним поехали первый раз в город к знакомым как-то погулять, освоиться. Ну, а как мы привыкли гулять? Давай там купили себе самых таких, ну, для детства это были модные сигареты. Купили какое-то там, не помню, пиво и пошли с ним. Познакомились с какими-то ребятами, ну, начали с ними как-то заводить какой-то разговор. На следующий день эти ребята предложили, пойдемте с нами вечером гулять. Ну, мы пошли с ними гулять. И очень интересно то, что эти ребята, ну, мы же не знали, что это за ребята. Эти ребята оказались, они уже были, как, в милиции уже неоднократно были. И их, ну, несколько раз уже принимали туда. А за что? За воровство. И они нам предложили, пойдемте с нами. И, ну, мы не знали куда, как бы, что, зачем. И когда мы пошли с ними, интересно то, что стоял мотоцикл какой-то. Давайте подъедем, что мы будем это самое. Ключи, не, ключи не торчали, они вытащили эту самую коробочку, там, сомкнули провода, завели и поехали. Мы вчетвером поехали на этом одном мотоцикле без коляски. Это было, как бы, первое воровство. Когда мы возвращались обратной же дорогой сюда, нас, хозяин этого мотоцикла, с палкой всех четверых сбил. Ну, конечно, не повезло первому, который был первым. Ну, а и нас, в общем, в тот момент всех забрали в милицию. Но мама забрала из милиции? Да, мама забрала. Это и стоило очень много волокиты, очень много проблем. Но тогда я впервые увидел вот эту вот такую материнскую любовь, материнскую сильную любовь. Когда я действительно понимал свою ошибку, свою вину. И я увидел вот те чувства, которые она проявляла тогда ко мне. Она тогда не кричала, не наказывала. Она просто говорила, ну ничего, сынок, с кем не бывает. Я знаю, что ты исправишься. Бог исправит тебя. Как иногда мы не ценим, да, то, что нам дано до определенных обстоятельств. Но слава Богу, что хотя бы в тот момент ты понял, что мама все-таки с тобой, и что она готова тебя поддержать даже в ошибках. Скорее всего, не мама, наверное, больше поддерживала Господь через ее молитвы. Но очень тогда молилась и просила всю церковь молиться о том, чтобы за меня. Как бы вся церковь знала меня с самого детства. А ты вот попав в тюрьму, ты не, ну, попав вот в камеру, да, ты не пытался обратиться к Богу, чтобы как-то выйти из этой ситуации? На тот момент я, честно, о Боге что-то вообще не думал. Мне было как-то, ну, я не понимал, почему я… Но было страшно? Страшно было. Страшно было, когда заставляли что-то писать, еще подписывать. Я просто не понимал, что я, ну, что я пишу, я понимал. Мне кричали, быстрее пиши, ты медленно пишешь там. Давай подписывай, что ты это самое, что ты это делал. Я говорю, я не знаю, я не буду, я больше не буду. Но этот случай тебя остановил? Ну, этот случай меня приостановил, можно так сказать. Меня остановил, потому что было еще много, много разных таких интересных случаев, когда я уже стал повзрослее. Ну, конечно, я воровать, воровать я перестал напрочь, это отбило охоту сразу, да. А мама что, все это время поддерживала тебя? Мама все время молилась обо мне, мама все время переживала, волновалась. Каждый день, мы каждый день с ней созваниваемся, до сих пор созваниваемся каждый день. И вот она спрашивает, как твои дела, что ты сделала, ну, как, что ты, может, приобрел и так далее и тому подобное. Ну, такие моменты, в которые она меня как-то инициировала к каким-то правильным действиям. Просила что-то сделать, ну, такое, чего, я можно сказать, через силы делал. Но в тот же момент, когда-то, когда мама попросила, сынок, а начни читать Библию, вот просто утром начни читать Библию. Я говорю, ну как, ну утром, ты что, я лучше посплю еще этот час. Она говорит, ну, пожалуйста, давай, вот с этого дня пообещай. Она знала, если я обещаю, то я делаю. Как-то, не знаю, с детства научила меня этому брать. Человек-слова? Да, человек-слова. Вот если я пообещал, то я делал. Может, не каждое утро, но это делал. Я начал читать, ну, и я ничего не понимал, что я читаю. Я почитал, отложил. Ты долго жил с мамой? В какой-то момент уехал, начал учиться? Что было? Да, ну, где-то лет в 17 я уже уехал учиться, и здесь началась моя самостоятельная жизнь, можно так сказать. Куда ты уехал, куда переехал? Я уехал с нашего села, переехал в город Днепропетровск. В Днепропетровске я, можно сказать, 11 лет прожил. Учился, работал, в общем, ну... Где учился? Давай немножко подробнее расскажем. Хорошо. Ну, вначале я начал учиться, начал свой путь, так сказать, с железнодорожного училища. Отучился на машиниста, еще две специальности там приобрел, то есть, ну, как-то так по пути зацепил. Потом пошел дальше учиться, в техникум. В техникуме тоже было очень интересно, так как мама у меня одна была, а я поступил на контракт. И ей тяжело было оплачивать всю мою учебу, мне пришлось как-то самому зарабатывать. И я очень интересными путями начал зарабатывать деньги. Нет, я не воровал, ничего такого криминального не было. Я просто как-то придумал свой бизнес. Я подыскивал ребятам работу, ребята ездили на эту работу, зарабатывали себе деньги. И я просто получал от них процент, заранее оговоренный, ну, который мы с ними оговаривали. И таким образом мне хватало и оплатить учебу иногда, и оплатить свое проживание. Еще иногда привозил домой денег. Но когда я привозил домой, мама всегда спрашивала, сынок, ты что, опять куда-то влез? Да. Опять в какую-то эту компанию? Я говорю, мама, все нормально, все хорошо, я учусь. Ну, это так. Потом я попробовал поступить в институт, тоже железнодорожный. Попробовал, но с третьей попытки я вроде бы поступил. Но потом почему-то мне не захотелось уже все. Три попытки я как бы достиг своего результата, но дальше учиться я не захотел почему-то. И бросил это все дело. Потом пошел работать на завод. На заводе я проработал где-то три года. Мне не понравилось там работать, потому что там такая монотонная работа и однообразная. Я просто умирал там со скуки. Я умирал от того, что те мужики, которые меня там окружали, они постоянно пьяные. Смотри, получается так, что бывает так в жизни, что есть какой-то положительный пример для человека. И он хочет поменять свою жизнь и жить хоть чуть-чуть жизнью вот этого позитива, того, который он видит. А есть в жизни человека, когда он не видит, на что он может поменять, не видит ничего лучшего. Ты не видел ничего лучшего в своей жизни? Да, много было таких людей, с которых хотелось брать пример. Но они были настолько далеко от меня как-то, но мне казалось, что я никогда не смогу стать такими, как они. Тебе не хватит силы, ты думал? Да, да, да. Мне не хватит сил. Но ведь ты человек слова. Если ты сказал, если ты решил, что ты это сделаешь, значит ты сделаешь. Почему ты не принимал такое решение, что вот мне надо закончить с тем негативом, который есть в моей жизни? Я дважды давал себе слово и дважды спотыкался. Я так понял для себя, думаю, надо где-то уйти в монастырь, чтобы это всё осталось. Правда? Ты пришёл к такому решению? Да. Когда у меня была депрессия такая, что я вообще уже не знал, что делать. Потому что я уже понимал, там есть одно искушение, здесь есть другое искушение, там третье, там четвёртое. Что могло быть для тебя таким искушением? Ну, в тот момент образ жизни, тот, который я вёл, это девушки, это красивый отдых, это красивая жизнь. То есть, ну, такое, я это не имел. Не всегда честное, да, насколько я понимаю. Да, не всегда честное, да. Но этого очень хотелось. Тем более все мои сверстники были такие же, как я. Все, давай, пойдём. Ну, а так как я был, можно сказать, как заводила, или как это сказать, то меня везде всегда постоянно, пойдём, пойдём, ты что, давай, давай, как мы без тебя, пошли. Получалось, что я поддавался всегда на их вот эти вот уловки. Когда ты решил, что всё, несмотря на мои неудачные попытки остановиться, всё-таки мне нужно остановиться? Это решение я принял тогда, когда я поменял завод, когда я поменял эту скучную работу. Да, кстати, вот ты постоянно рассказываешь, ты учился, что-то пошёл работать. Вот как-то ты не находил удовольствия в том, что ты делаешь? Или тебе нравилось всё-таки? Ну, на самом деле, некоторые моменты мне нравились. Мне нравились люди, с которыми я общался. Но они настолько приедались за определённое время, то как-то вот эта ихняя однотонность и как-то… Ну, одни и те же правильные действия. А ты вообще человек правил или нет? В какой-то степени, да. В то же время тебя раздражают те, которые действуют по правилам. Да. Ну, когда их чересчур много правил, то уже как бы непрогально. Хорошо, ты меняешь место работы, и что происходит? Я поменял завод на какой-то частный бизнес. Я начал заниматься продажей недвижимости, риелторством. Начал продавать недвижимость. Здесь мне очень понравилось, потому что каждый день новые люди. Поток людей, да? Каждый день новое общение. Мне это очень нравилось. Но я так незаметно, вот так вот как-то затянуло меня, и я влез в долги. И в очень хорошие долги. Но на тот момент это было где-то порядка трёх тысяч долларов, так как мама у меня одна. Мне ещё сестре нужно было помогать. И я понимал, что я попал. В этот момент я уже не знал, что делать. У меня опустились руки. То есть неоткуда было брать этих денег, да? Неоткуда было, неоткуда было ожидать какой-то помощи? Вообще, да. Как будто двери закрылись. И я не понимал, что делать. Куда мне идти, к кому обратиться. И в тот момент я как бы, не знаю, как переключился, или как отключился вообще от этой жизни. Переключился на то, что мне когда-то в детстве рассказывала мама. Сынок, ну если тяжело, обратись к Богу. Но мне так тяжело было переступить через себя, чтобы обратиться к Богу. Это как самый последний возможный вариант, что-либо сделать, что-либо решить. Да. Ну так было тяжело как-то переступить. Но я всё-таки переступил. Я говорю, ну вот, помню, в душе. Закрылся. Я говорю, Боже, вот если я действительно тебе нужен, если я действительно тот, за которого ты умер, как мне рассказывала мама, если я действительно тот, кто чем-то может тебе помочь, или ты мне можешь помочь, пожалуйста, помоги мне. И буквально несколько месяцев спустя, эти месяцы у меня, конечно, они были такие очень тяжёлые. Ты знаешь о том, как тебе удалось выйти, и услышал ли тебя Бог вообще, мы узнаем уже через минуту. Я спрошу тебя об этом. Друзья, оставайтесь с нами. Дальше интересней. Это программа «Сила одного», и мы продолжаем знакомиться с нашим гостем. Аветик, ты говоришь о том, что ты обращаешься к Богу уже как к самой последней инстанции, к тому, кому никогда бы, может быть, и не обратился, если бы не самое сложное обстоятельство в твоей жизни. Но слышит ли Он тебя? Отвечает ли Он тебе? И как вообще развиваются события дальше? Бог отвечает буквально через несколько, можно сказать, мгновений, через несколько месяцев. Моя сестра, которая тоже на тот момент немного отошла от церкви, то есть не немного, а ушла полностью, она мне говорит, давай, говорит, с тобой съездим в церковь. Я говорю, поехали. И мы поехали в соседний город, и когда мы сели на уроки субботней школы, я так как-то вслушался, я начал вспоминать то, что я где-то в детстве когда-то давно слышал, и я начал задавать вопросы, и начал им объяснять то, что написано в уроке. И пастырь удивился, говорит, откуда ты это всё знаешь? Мы же как бы готовились, ты пришёл, ты, наверное, читал урок. Я говорю, нет, я вообще не знаю, что это за урок, я просто слышал это в детстве, говорю, вспомнил, и вот вам начинаю рассказывать. Пастырь это очень удивило. И он начал приглашать меня как-то, говорит, давай, приходи ещё. В тот момент уже было не стыдно, что ты в церкви сидишь? Нет, что я в церкви сижу, мне не было стыдно. Что, может быть, кто-то скажет, что ты не такой, как все, потому что компания-то осталась, что в 10 лет, что в 25 лет, да, всё только развивается, становится больше и ещё сильнее. Не было страшно, что на тебя покажут пальцы? Но некоторое время, где-то, может, месяца три, может, где-то даже до полугода, мне очень было стыдно. Но я всё-таки, переступая через этот стыд, продолжал идти и делать то, что мне нравилось. Ну, это три месяца, да, ты говоришь, вот три месяца до полугода определённого дискомфорта, когда ты приходишь в церковь. Но приходит момент, когда ты понимаешь, что, ну, вот, наконец-то, это норма моей жизни, и так должно быть, и я хочу жить так дальше. Да, это приходит только тогда, когда ты уже полностью включаешься в служение. А что ты начал делать? В церкви? Да. Но когда я принял крещение, я сразу же с той общины перевёлся в свою общину, потому что я принял в соседнем городе. Перевёлся в свою, в ту общину, которая ко мне была поближе. И когда я перевёлся туда, буквально три месяца, я сидел, приходил и сидел просто на задних рядах. Вот сидел, просто слушал проповеди, субботние школы, я вообще, никакого слова, никакого, ни полуслова от меня не можно было вытащить. Да. Но я сидел, я не знаю, почему я сидел, может, потому что я никого не знал в общине. Я сидел и просто смотрел, кто, где, как, кому можно обращаться, так сказать, изучал людей. Да. И буквально после трёх моих месяцев, в которых я просидел на задних рядах, в церкви были выборы, выборы, которые там выбирали на служение. Угу. И вот, слышу там один раз, оветик. Так раз аж проснулся. Я уже дремал такой, аж проснулся. Что оветик? Куда оветик? Там музыкальное служение. А ты музыкант? Я не музыкант вообще. Угу. Ну что-то странное, думаю, оветик раз. Ну ладно, думаю, музыкальное. Пойдойду, спрошу, что это, может, что-то попутали. Да. Второй раз, что-то дьяконское служение. И раз вообще. Я не знаю, что это такое вообще, что такое дьяконское служение. Потом, ну опять что-то сижу, ну думаю, где они, откуда они вообще обо мне знают? Я же только недавно перевёлся. Потом звукооператор. Да я же вообще... Опять твоё имя? Опять моё имя, да. Я не могу понять, что же такое случилось. Заместитель молодёжного руководителя. Я вообще, ну я как-то в панике стал. Как это? Что? Кто обо мне рассказал вам? Очень как-то было для меня это интересно. Потом и ещё, ещё какой-то... А, и кандидат в учителя субботней школы. Сразу же так. Вот эти вот пять этих самых... Столько должностей. Да, для меня это казалось с такой ответственностью, так трепетно к этому подошёл. Я подхожу к старшему пресс-фитеру. Он первый начал ко мне раз. Хорошо, говорит, удивился, да? Говорит, мы просто так вот... Видишь, оказывается, тебя знали. Ты согласился на всё? Да, я с радостью согласился на всё. И за всё, что я не брался в тот момент, у меня Бог настолько руководил всем. Господь пребывал во всех моих делах. Вот что я не начинал делать, всё как будто, я не знаю, как преображалось. Но буквально, ну вот, несколько времени я настроил там все эти системы, все кружки. Когда молодёжный руководитель... Ну, получилось так, что я был не замом, а стал молодёжным руководителем. Потому что молодёжный начал говорить всё-всё-всё-всё-всё, давай, у тебя должно получиться. До того, как меня не было, скажем так, у них не проходили служения молодёжные, не было никаких молодёжных выходов. Ну, в общем, как-то так все... Бог нашёл для тебя место. Да, это точно. Это место было для тебя, это служение было для тебя, и Бог тебя нашёл и привёл. Это удивительно. Это очень удивительно. И когда мы начали проводить вот эти разные мероприятия, разные программы, я просто не знал, что оно такое способное. Я не понимал, как это. И когда я начал здесь, в служении, участвовать очень активно, то у меня начали здесь дела налаживаться, на работе. Все мои проблемы как будто начали испаряться. А вопросы с долгами решились? Вот именно в этот момент, когда меня назначили на пять должностей, когда я согласился, буквально через несколько недель у меня все вопросы решились. У меня состоялась крупная сделка, и я позакрывал все свои долги буквально в один день. Буквально в один день. Для меня это было настолько, таким толчком, я говорю, «Боже, а если я пойду дальше? Если я пойду, я отдам себя полностью тебе в служение, что ты для меня тогда сделаешь? Если я только взял какие-то там должности маленькие, и если я отдам себе полностью в служение, ты перевернешь, наверное, мое мировоззрение вообще?» И вот как-то так, не знаю, с такими вот мыслями я подхожу к пастору и говорю, «Вы знаете, я вот как-то чувствую, что мне тесно здесь у вас в общине. В смысле, как это тесно?» Я говорю, ну, я не то чтобы, говорю, что давайте там что-то строить или ещё что-то. Мне, говорю, хочется просто больше. Я хочу больше служить Богу. Говорит, давай какие-то проекты сделаем. Ну, говорю, проекты — это хорошо, как бы, ну, давайте сделаем. Сделали несколько таких молодёжных проектов. У нас, ну, я как бы стал уже тогда на тот момент молодёжным руководителем не только нашей общины, а и всего города, да. И как-то так вот интересно получилось, что потом я говорю, ну, давайте всё-таки… Всё-таки хочу большего, да? Хочу большего, да. И что ты предложил? Ну, я говорю, а есть такая возможность, чтобы я как бы тоже стал пастором, тоже стал как-то обучаться на пастора, или что мне нужно сделать, потому что, ну, вот я чувствую, что Бог поможет мне в этом. Ну, и то, что… И то, интересно, как Бог к этому подводил, тоже было очень интересно. Но ты сегодня учишься на священнослужителе? Да, сегодня. Сколько лет учишься? Первый год только учусь. Первый год. Да. Сложно тебе было вот оставить всё? И ведь это заново учиться, впереди не один год обучения, и неизвестно, как будет дальше. Да, на самом деле это было очень сложно, потому что на тот момент, когда мне уже пришлось оставлять всё, что я на работе, можно сказать, достиг, и идти сюда, ну, это было очень сложно. Я на работе уже стал директором одного из филиалов в агентстве недвижимости, и у меня были, было, как сказать, очень хорошие доходы, очень хорошие люди, которые окружали меня. То есть ты получил успех? Я огромнейший успех получил. И ты при этом был с Богом? Да. Но ты захотел другого? Я захотел другого. А чего ты ожидаешь сегодня от Бога? Вот когда ты согласился на служение в церкви, Бог помог тебе решить вопросы с долгами, устроилась твоя работа, всё наладилось. Чего сегодня ты ожидаешь от Бога, когда ты учишься и хочешь быть не просто участником служения, ты хочешь быть служителем церкви, а это намного больше? Какие твои ожидания? Я ожидаю, что Господь через меня поможет таким же, как я. Вот, может, каким-то своим опытом я помогу людям. Я был далёк от Бога. Я очень был далёк от Бога. Хотя Бог настолько любил меня и настолько всегда оберегал, что я просто даже это передать не могу. Но я хочу просто помочь людям увидеть вот эту Любовь. Вот эту Любовь, которую Он и их любит, которую Он их вот так вот оберегает, окутывает. Просто не все это понимают и не все это осознают. Знаешь, я могу добавить только то, что ты хочешь, чтобы люди понимали, что Бог их любит. А я бы хотела, чтобы люди ещё и понимали, что Бог настолько сильный. Сильный Бог, который может действительно помочь изменить жизнь, так как Он это помог сделать тебе. История твоей жизни очень интересная. Я благодарна тебе, что ты поделился ею с нашими зрителями. Пусть твои ожидания исполнятся. И пусть будет даже больше, чем то, чего ты ожидаешь и то, о чём ты мечтаешь. Я очень благодарна тебе. Пусть Господь будет с тобой. Спасибо большое. Как часто вам кажется, что вы не способны на что-то большее? Как часто вы оказываетесь в тупиках жизни? Да, порой иногда в нашей жизни случаются сложные обстоятельства, и история нашего гостя тому подтверждение. И можно обращаться к сильному Богу как к последней инстанции, а можно идти, бежать к Нему сразу и сразу же получить помощь. Не пренебрегайте сегодня силой Бога. Это была программа «Сила одного». Спасибо, что были с нами. Пусть Бог хранит вас. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова